А вы выключаете свет, выходя из дома. Извлекаете из сети зарядные устройства. Что будет, если не экономить электроэнергию участникам экологических отрядов юные защитники природы, рассказали в рамках седьмого Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии вместе ярче. Основная его цель – пропаганда энергосберегающего образа жизни, формирование у подрастающего поколения бережного отношения к энергетическим и природным ресурсам и экологическое просвещение. Перед ребятами выступили специалисты отрасли энергетики и экологии с интересными познавательными докладами и презентациями. Сегодня хотим как раз познакомить ребят с этой важной темой – ресурсосбережения, чтобы ребята понимали, зачем нужно беречь ресурсы, как мы можем их беречь, дать им ту базу знаний, информации. К неисчерпаемым природным ресурсам относятся те ресурсы, количество которых и качество не зависят от нашего с вами потребления. То есть это такие супергерои среди природных ресурсов, которые никак не отражаются наши с вами жизнедеятельности. Что это? В первую очередь солнечные энергии, климатические ресурсы, энергии мирового океана, ядерная энергия. А вот, например, такие природные ресурсы, как нефть, газ и древесный уголь имеют свойство заканчиваться. Потребление энергии с каждым годом только растет. Люди вынуждены строить новые электростанции – атомные и тепловые. А они небезопасны для природы. Именно поэтому каждый человек должен задуматься о том, как по сильными ему способами сберечь энергию. Я считаю, что надо беречь энергию. Я думаю, что она может закончиться. Можно экономить воду, электричество, газ. А ты будешь это все делать? Я считаю, что каждый человек должен задуматься о том, что нужно беречь электроэнергию, и не только. Нужно беречь лес, нужно выкидывать мусор, сортировать его и заниматься экологией. В завершении мероприятия участники высадили на территории центра «Романтик» четыре саженца кедра, чтобы внести свою лепту в улучшение экологии родного края.